Итак, друзья, продолжение в тему грундика. В первом видео я рассказывал, что у нас проблемы с этим колесиком, с имбиренкой. Посветали зубья, весь до возраста данного колесика. Естественно, точно такой же купить и где-то заказать. Купить не можно, а может и можно, но и нужно искать. А заказывать можно только при помощи 3d принтера. Ну, с 3d принтером тоже есть особые, свои заморочки. Решение было такое, использую сначала, благо есть всякого хлама полно. Нашел шестеренку подходящую по размеру, по рассадению зубьев все совпадает, но немножко внутренний диаметр видно великоват, в отличие от этого. Это у нас была шестеренка от принтера, но она вот такой же формы имела, как вот эта. Такие же вот были здесь у нас зубья, но я их немножко тут удалил, чтобы придать более-менее нормальную витку. Вот здесь у нас представилась следующая задача. Все это дело оцентровать и уменьшить внутренний размер. Была одна задумка, но про нее рассказывать не буду, так как посчастливилось найти вот идеально подходящую. По размеру, по расположению зубьев, то есть зубья хорошо у нас совпадают и еще плюс то, что здесь внутренний диаметр меньше нашего родного, будем говорить, родной шестеренки. Здесь меньше. Чем это хорош? В чем преимущество? Ну то, что можно немножко расширить и плотненько всадить на тон вал. Сейчас будет убираться лишнее. Еще раз штанглицциркуем за меру диаметра. Пока на глазокс. Вот. Ну и на глазокс видно, что у нас полное соответствие. Сейчас предстоит задача обработать эту радость напильником. Подогнать под размер. Вырезать подобные выступы с обратной стороны. То есть здесь это для того, чтобы у нас полностью совпадал вот к этому механизму. Вот сюда, чтобы на это посадочное место хорошенько насадилось. Сейчас буду экспериментировать. Так как уже есть от чего опираться и сходить как говорится. Будем посмотреть. Вот максимально обработал верхнюю часть. Более-менее подогнал под верхнюю. Сейчас нижнюю часть еще подточу. Более-менее подгоню под вот этот вот размер. Глазомер все-таки не обманул. Штангенциркулем. Замерил, дал добро на соответствие сертификата. Размерности все совпадает. Ваша задача сейчас предстоит подогнать под размер. Сделать снизу такой же рельеф и уже подобрать сверло соответствующее. Чтобы просверлить технологическое отверстие, вернее расширить. Она уже у нас имеется. Вот она. И немножко буквально нужно будет нам его расширить. Чтобы ос тон вала грундика хорошенько прошла. Или эта штучка хорошенько прошла. Обрабатывается вот на таком специальном инструменте. Универсальная точилка ножей, точилка ногтей. Точилка всего, что нужно заточить. Вот такими поступательными движениями аккуратно и неспешно у нас подгоняется. То есть все это ручная работа. Никакой не станок. Никто, надеюсь, не справится с этим. Все аккуратно. Таким образом мы все это дело сейчас устанавливаем. Периодически поворачиваю на 90 градусов относительно оси и деталь. Даже вот так вот шлифую. В таком плане будет продолжаться все это. Ну вот, друзья, заточил, подогнал шестеренки. Вот так вот сейчас шестеренка, вернее, вот так вот сейчас выглядит. Товарищ штангель-циркуль показал, что все ровно. Вот так вот входит она у нас. Нормально усаживается. Это у нас родная. Тоже садится там. Помог вот этот инструмент хитрый. Вспомнил, что она у меня имеется. При помощи него хорошенько я шлифанул. Довольно таки ровно получилось все. Небольшие 0,077 мм. Небольшие градусные отклонения. Но не так критично. Сейчас буду продумывать, как сделать вот эти канавки. Друзья, не обошлось без токарки. Просто была необходимость изготовить быстренько токарный станок. Тапочка, она просто для того, чтобы вибраций было меньше. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так вот выглядит. То есть я просверлил сквозное отверстие данной семеренки. Установил туда винтик, чтобы зафиксировать в токарном станке. Вот. И при помощи уже специального резака. Вот он. Поэтапно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, с примерками выточил это дело. Чтобы вот эту штучку можно было установить сюда. Сейчас я покажу, что вышло из этой глупой затеи. Убрал токарный станок. Тапочек вернул на место, на ногу. Такая штучка у нас получилась. Довольно таки ровно садится на место. Вот так она выглядит. Я определю, чтобы она не соскочила. Но сейчас у нас самый кулинационный момент. Так как у нас ошибок нет. Как у минометчиков. Есть только один шанс. Это по поводу отверстия. Вот. Это отверстие тоже придется сейчас на том же стакарном станке пройти. При помощи сверла. Сверло двойка. Для чего это делается? Для того, чтобы подобрать размер у нас штатной шестеренки. Здесь более свободно одна у нас ходит. Вот. Чтобы не промахнуться, я следующее сделал. Хитрость. То есть жульничал. Сделал технологическое отверстие вот в этом сложном устройстве. Вот. Это пристрелочные были. То есть для пристрелки. А это уже непосредственно у нас вот это отверстие сделал для примерки. Для примерки оси тоннвала. То есть если она у нас плотненько проходит. Вот есть небольшое усилие. Вот. Значит у нас должно быть счастье. То есть факт в том, что лишь бы свободным не было. Потому что будет люфт. Если будет люфт, то у нас она не будет хорошо сидеть здесь. Вот. Ну может это мои догадки просто. Сейчас коимминационный момент и покажу, что из этой глупой затеи вышло. Установил новую шестеренку на место. Очень туго входит конечно. Возможно это фактически заклинившее состояние. Проворачивается с трудом. То есть видимо есть необходимость разработать его. Думаю он будет плохо сказываться на работу. Может быть. Может нет. Вот. Ну это уже сейчас самый кульминационный момент. Примерка уже непосредственно на том месте, где она будет стоять. Где она должна находиться. Сейчас установлю все и проверю. Ну вот друзья установился на место. Необычный способ проверки. Так это я задеваю. Слышно, что вращевание семеренок мягко, ровно. Приятное урчание этого двигателя у нас. Даю немножко натяг. Все хорошо работает у нас. Сейчас дальше проверю. Присоединил кассету. Мучаю все того же еще этого. Вот. Задеваю немножко. Потому что... Думаю надо прекратить. Выключить все. И сейчас... Сейчас надо будет уже обратно разобрать все. Вот. И все-таки тот колесико немножко помягче надо сделать. Потому что слишком она жестко сидит. Сейчас я разберу все и покажу дальше. Удалось таки разработать немножко внутреннюю часть отверстия. И довольно таки хорошо сейчас она у нас входит и выходит. Старая возможно уже имеет какой-то износ. Потому что вот здесь в этих частях уже начал было разваливаться. Думаю немножко если сюда внутрь на ось капнуть масло. То она у нас хорошо разработается и будет держаться нормально. При помощи спиртомицина протер пасека. Один из пасеков вернее который уцелел. Это основная пасека. В идее естественно немножко смазал я все-таки посадочную часть. Часть данной шестеренки. И тоже вот протер при помощи спиртомицина ось. Ну довольно таки нормально ходит. Думаю она разработается и будет уже ровно там все. Вот установил на место лентопротяжный механизм. Видно что уже работает. Практически не слышно как он у нас движется. Установил кассету. Кассету конечно не немецкая. Типа японская ТДК. Но это роль не играет в этом. Установил также пасек. Новый китайский. Старый родной пасек тоже исправный. Но при растягивании имеются уже трещины у него. То есть так-то я относительно эластичный. Вот решил поменять. И кстати эту партию по которой я делал обзор. Из нее попался один брак. Установил он как-то неправильно пел. То есть с дефектом пасек. Поменял другой. Чисто ровно поет. Воспроизводит. Ну сейчас полностью соберу. Да. Кстати вот. Хорошо работает здесь видно. Медленно двигается. Это у нас. Работает. Учечек ленты. Новый китайский пасек отрабатывает вместо старого. Порватого. Так кстати да. О размерах я сейчас скажу тоже. Чтобы была информация. Тот кто столкнется если с рассыпавшимися пасеками данном грунтике. Чтобы в мире владели информацией. Продолжение. Восстановительных. Профилактических мероприятий грунтика. Вот убрал. Разложившийся. Разложившийся поролон. Который же просто в пластилин. Такой противный начал превращаться. Вычесывал. И вот такой более современный. Альтернативный. Вариант. Сюда установлю. Применю. Вот. Ну пока. Нету клея. Надо будет. Заян. Приклеить его. Аккуратненько. Так же у нас вот этот букварь отлетел. Иссох. Суевошный клей. Он блестящий. Блестящий. Только соус от него. Тоже вот сюда надо будет его. Прикошачить. На место. Где он был. Вот. Ну и собственно все на этом. Можно будет. Ну вот друзья. Собрал грунт. Перематываю кассету. Без всяких посторонних шумов. Работает. С счетчиком только какие-то пока проблемы происходят. Надо будет тоже разобраться. А слетает пасек счетчика. Вот. Он есть хорошо. Сейчас перемотаю кассету. Здесь по моему у нее запись. Одобряемая ютубом. И продемонстрирую что вышло из всего этого. Из точения как говорится. Вот заметил скорость вращения автоматически. И сейчас у нас должен сработать автостоп. Все сработал автостоп по окончании перемотки. Стартуем. Старт. И мы послушаем сейчас что у нас споет он. Спеть должна эта дебильная музыка одна. Включил обратную перемотку. То есть перемотка вперед. Проверяю все режимы. Во всех отношениях чтобы было. Почему-то слетает счетчик. Пасек счетчик опять установил и опять слетел. Ну вот уже завершается перемотка. Тоже сработало все хорошо. Но проблема еще одна вышла. При тестировании у нас слетел пасек. От счетчика. Сейчас придется опять разобрать по новой. И посмотреть в чем же причина. Из-за чего такое происходит. Произошло вернее. Сейчас я буквально чуть-чуть отмотаю. Стоп. Старт. Ну слышно что у нас ровно работает. Приятное шипение. И никаких у нас стуков и ударов. Регулятор громкости у нас. Мягко. Плавно регулирует. Как и должно регулировка осуществляться. Так. Ну сейчас чтобы не порожники были. Интересно. Что за сигналы такие были. Главное чтобы не сигналы беции были. Или это кончина кассеты что ли получается. Пленки. Странные моменты. Все автостоп сработал. Сейчас немножко отмотаю. Так. Стоп. Пауза. А нет. Не так нажимаю. Сейчас. Запись. Старт записи. Проверяем. 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 на звучание. Ну сейчас перемотаю. К сожалению. Счетчик слетел. Чтобы ориентироваться сколько и как. Ну на глазок. Как обычно. Проверяем. Звук. 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 Здрасте. Пожалуйста. Вот так вот записывает. Это. Пожилая техника. Ну да. Сработал автостоп. То есть. Энтопродяжный механизм у нас. Ожил. Все работает. та шестеренка которая вытачивал при помощи тапочки дрели и каких-то еще там непонятных предметов срослось все получилось сейчас остается разобраться с счетчиком но медленнее всего предположение то что у нас разобрался друзья с счетчиком здесь такая особенность пасек вот от этих роликов идет с нижней части сейчас я покажу приближе немножко тот что идет с лентопротяга на верхнюю часть то что идет на счетчик нижняя часть вот этих роликов подходит не до этого слетала сначала не понимал чем причина все-таки грешил на пасек ну пасек ни при чем пасеки хорошие оказались китайские также и на тунвал идет хороший заменил все таки так как этот свежий насколько хватит настолько хватит но во всяком случае он еще какой-то пора подольше прослужит чем родной пасек так скорость была чуть-чуть заниженная пришлось опять снять сильный протяг и буквально подкрутить подрегулировать уже скорость вращения двигателя но на слух регулировал потому что все-таки по опыту уже потому что популярные исполнители что-то не так с голосом я подкрыл подрегулировал подкорректировал вот послушали вместе со со всеми домашними и пришли к виду что все ровно узнаваемый наш певец так эта штука у нас располагается вот так если кто будет разбирать вдруг проморгает момент сюда вставляется это у нас механизм который запускает запись то есть вот этот переключатель большой с режим воспроизведения переводит в режим запись вот так вот он установлен такая пружина была уже здесь то есть не пружина вот этот пасек или как он резинка в данном случае мы просто видимо удерживает эти кнопки чтобы они не дребезжали так дальше что у нас мы все 10 и 7 вольт питания идет стабилизированное здесь напряжение для информации так сейчас пасек я этот укажу длина его сколько этот пасек я не укажу но укажу примерно только вот расстояние сейчас но этот я точно укажу так это целый нос не стал снимать этот пасек сказал то что его трудоемко снимать и смысла нет как как он целый я просто замерю по осям но это же грубо просто чтобы для информации по осям от шестеренки до вот этого ролика пять с половиной сантиметров размер этого пасека то есть который идет наш на счетчик 12 сантиметров то есть это натянуть 12 сантиметров как раз будет у нас ну вот это у нас родной пасек который шел на счетчик там порваны и порват сейчас я соединю и по родному уже покажу сколько на сантиметров имеет длину отсюда до суда у нас имеет длину 14 сантиметров чуть больше сечить натянуть 14 половин это родной пасек и также родной пасек который идет на тон вал устанавливаю вот сюда его даю натяжку немножко 12 сантиметров у нас получается пока 12 сантиметров так нормальный натяг тихонько это родной родной почему я снял потому что он имеет затрещину уже здесь вот это все вложу в пакет все эти пасеки стали будут вложенных пакет также этот ролик то есть не ролика это шестеренка она пришла в негодность из-за старости то есть если вот так вот немножко поддевать здесь она уже у нас разлагается вот этим то есть сам по себе уже пластик видимо попало масло суда и вследствие этого начал разлагаться так как просто сам по себе он не может рассохнуть это все уложится в пакетики про отправиться заказчику ну сам грунте кожи у нас поет ну вот друзья закончил с грунте ком все собрал корпус все проверил зарядил кассету стартуем ровно регулируется у нас так это счетчик щелкает ровно регулируется регулятор громкости не шуршит стартует очень хорошо баланс у нас работал хорошо тут проблем у нас не было с тембром тоже так же единственная проблема была у нас с регулятором громкости разобрался счетчиком счетчик заработал вот все нормально отрабатывает также работает перемотка в обоих направлениях назад и вперед также хорошо отрабатывает счетчик вот ну с магнитофоном у нас вот так вот решилась все хочу было бы поблагодарить владимира друга моего канала подписчика который поделился сар информации по поводу как восстановить шестеренку вот если не забуду ссылку под видео оставлю на этот канал может кому пригодится интересно будет если будет восстановить шестеренку вот информация очень полезная была для развития как говорится это обязательно не да заодно сейчас подключу радио радио к в твоем вернее радио очень хорошо принимает все-таки это грунтик владимир семенович пел еще при помощи подручных материалов можно изготовить подходящие шестеренки если есть конечно у вас в запасе всякие шестерни благо я разбираю всякую аппаратуру и не всю выбрасываю на свалку оставляю кое-какие вещи и вот оно сгодилось так что держать дерзайте у вас тоже получится не останавливайтесь если не получится сегодня получится завтра друзья всем удачи берегите себя и до следующих видео удачи